Всем привет, ребята! Зима подходит к концу, на носу у нас лето, а значит пришло самое время подготовиться к летним пробежкам. Бегаю я со смартфоном, на смартфоне установлена утилита, которая отслеживает мою физическую активность. Если бег зимой это вообще не проблема, куча карманов на одежде есть, куда этот смартфон можно положить, то бег летом превращается в сплошную головную боль, карманов нет. И лечить эту головную боль я решил через покупку вот такой вот нейлоновой сумки для бега в магазине Алиэкспресс. Это мне понравилось больше всего. У продавца, кстати, есть еще куча расцветок. Мне понравилась вот такая вот черная. Минималистичная, рациональная, самое главное недорогая. Итак, что мы имеем? Имеем мы сумку, сделанную из нейлонов, в которой есть два отделения. Оба отделения на молнии. Одно отделение поменьше для всякой мелочевки. Сюда можно положить кредитку, наличность, ключи. Причем этого всего можно натолкать очень большое количество. И удостоверение, удостоверение это самое главное. Потому что для меня, во всяком случае, потому что доблестные работники доблестных внутренних дел частенько интересуются не только путем моего быстрого следования, но и моей личности. И второй карман, собственно говоря, для смартфона. Кстати, сумка, обратите внимание, имеет не очень толстые стенки. Хотя на картинке продавца создается впечатление, что она имеет стенки и перегородки, наполненные каким-то пеным амортизирующим материалом. В довольно большом количестве наполнено. Ну да, он здесь имеется, но он довольно-таки тонкий. Итак, основной карман для сотового телефона, для смартфона. Как видите, 5,5 дюймовый смартфон сюда залетает без особых проблем. И сумка спокойно застегивается. Еще один хороший нюанс, который мне понравился, это темлячки на собачках-молнии. Очень удобно за них будет открывать и закрывать эту сумку. Помимо того, что сумка предоставляет нам возможность бегать со смартфоном, она предоставляет нам возможность бегать со смартфоном, слушая музыку с этого самого смартфона по проводным наушникам. Конечно, можно воспользоваться беспроводными, если они у вас есть, а можно проводными. Кстати, обратите внимание, что китайцы не до конца удалили наполнитель в отверстие для провода наушников, и можно посмотреть, что здесь стоит. А здесь стоит какая-то тонкая синтетическая пенка. И так как все работает, берем кабель от наушников, вставляем штекер в это отверстие, он плотно сюда заходит, потом вставляем штекер в сам смартфон. И если это 5-дюймовый смартфон, то увы сумка до конца не застегивается. Так что если есть желание бегать с этой сумкой со смартфоном и с музыкой, то надо запасаться либо беспроводными наушниками, либо иметь смартфон поменьше чем 5,5 дюймов. Но у меня есть беспроводные наушники, так что для меня это совсем не проблема. И самое главное, как сумка крепится к плечу. А крепится она с помощью вот такого вот длинного и эластичного ремешка. Посмотрите, он очень длинный. Давайте его замерим. Так что я думаю, даже обладателям большого бицепса и трицепса эта сумка вполне себе подойдет. Фактически 45 сантиметров. Но будет ощутимо давить. Ощутимо будет давить, если вы являетесь обладателем бицепса а-ля Арнольд Шварценеггер. Я обладателем такого бицепса не являюсь, хотя я непрерывно над этим работаю. Но шутки шутками. А для того, чтобы комфортно с ней бегать, для того, чтобы она уверенно держалась на плече, не слетала и при этом сильно не давила на плечо, надо иметь плечо в обхвате не больше 38, ну край 39-40 сантиметров. В противном случае вы либо просто не застегнете велка-застежку, она не сойдется, либо вы ее натянете, чтобы она сошлась, но при этом она будет очень сильно давить на плечо и плечо быстренько анимеет. У меня этих проблем нет. Сумка держится хорошо, сумка держится уверенно, сумка держится комфортно. В общем, мне все нравится. Ссылку на нее кладу, как обычно, в описании. Оставайтесь на канале. Всем, как всегда, удачи, удачных покупок, спортивных успехов. Всем пока, до новых встреч.